Ребят, в нашем магазине вы сможете найти фирменный мерч. Всё, от кружек, футболок до даже спортивных штанов. Печать качественная и не выстирывается, а для особых ценителей есть дизайны без надписей. А среди покупателей в апреле будут разыграны призы в виде премтанка и 5000 игрового золота. Торнадо Энерджи! Противник уничтожен! 2 демедж! Дарова, ребят! Сейчас я буду вам вещать про новую ПТ-шку СССР, премиумную, 8 уровня, которая называется Т-103. Сегодня, 25 апреля 2019 года, она впервые появилась в продаже. Разработчики пророчили ей, знаете, с год назад, по-моему, где-то кто-то сказал, что у них на эту ПТ-шку... Или на ВГфесте, я уж не помню, давно было дело. Сказали, что у них на эту ПТ-шку, типа, коварные планы, типа, всем себе понравится. Ну, банально выкатили в продажу, да бог с ним. Давайте сейчас уладим формальность. Вот вам два победителя с прошлого видоса, которые выиграли по 1000 игрового золота, ребята. И в этом видео тоже разыграю голду среди тех, кто... Ребят, оцените видос лайк-дизлайк, как вам понравилось или нет. Ну, можете прямо сейчас, если что-то не понравится, поставьте лайк. А не понравится, в конце измените на дизлайк. Вот. А также пишите комментарии, в конце комментария указывайте свой танковый ник. Все очень просто, комментарий должен быть по теме ролика. Итак, ребят, сначала первый бой, который я вам покажу, это будет эффективный бой, за который мне дали мастера в топе. То есть, когда вы играете против восьмерок. Второй бой, который покажу против десяток. Ну, для того, чтобы все было максимально объективно. Это лучшие бои, которые мне сейчас удалось на стриме отыграть. Кстати, кто хочет, посмотрите весь стрим. Там были бои и с уроном меньше тысячи, и с уроном больше трех тысяч. То есть, такая плавающая статка у меня получилась по этой ПТХе. И, в общем-то, я готов рассказать вам свои впечатления от машины. Давайте по порядку. Это ПТХа. С геймплеем больше похожим не на типичную ПТХу, а скорее как тяжелый танк. Почему? Потому что у ПТХе есть вращающаяся башня. Я, кстати, дико сильно угорал в тот момент, когда на официальном портале читал про сильные и слабые стороны ПТХи. Типа, сильная сторона, то что у ПТХе есть башня. И она вращается на все 360 градусов. Ну, как у обычных танков. Поэтому вы сможете, не теряя маскировки, то есть, оставаясь с той же коэффициентом маскировки, стоять на месте и вращать башни. И это выставляет как сильную сторону. Только, ребят, один момент. У ПТХи практически отсутствует маскировка. Она здоровая, здоровая. Это огромный сарай, высоченный сарай. Просто вот он, просто здоровенный. Она выше всего, что я видел в этой игре, наверное. Ну, на самом деле, все познается в сравнении. Но вот ощущение, что ты играешь на небоскребе. С соответствующим коэффициентом маскировки. Поэтому, да, ее можно сныкать. Но, ребят, я подъезжая к кустикам, за которыми я привык ныкаться, я вдруг для себя часто обнаруживал, что я на одну башню выше этих кустов. Не знаю, работает в этот момент маскировка кустов, но думаю, что нет. Короче. Слабые стороны сразу вам называют. ПТХа светится. Она светится, песется с больших расстояний. Может ли она сама светить? Может сама себе светить. 380 метров базовый обзор. Я не стал усилять этот базовый обзор. Я поставил досылатель. Для того, чтобы улучшить урон в минуту, базовый здесь где-то около 200-400. И перезарядка около 11 секунд. Я поставил досылатель. Я поставил вентиляцию. И я поставил приводы сведения. Кстати, вот это вот можно еще пересмотреть и вместо приводов поставить просветленку. Возможно, я в будущем так и сделаю, если буду на ней еще играть. Почему если буду? Ну, ПТХа, скажем так, не вызвала у меня восторга. Я не рвусь на ней еще бои накатывать. То есть я не сильно кайфовал, играя на ней. Но стоит отдать должное, что и не сильно бомбил. Обычный, вот будь это танк в прокачке, это был бы обычный проходной танк, который можно было бы спокойно, не за свободку пройти. Но оставлять у себя его в ангаре не стоит. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я знаю, многие из вас будут спрашивать. И многие из вас нетерпеливы. И этот бой все, больше в этом бою я уронов не нанесу. Можете оценить его результаты. То есть, и, кстати, коэффициент фарма тоже оцените самостоятельно. Я просто не знаю, за такое количество урона, такое количество кредитов. Это нормально или это мало? Лично, на мой взгляд, нормально. Почему? Потому что я за весь стрим не сделал, по-моему, ни одного выстрела голдовыми снарядами. То есть, здесь базового пробития хватает для того, чтобы, ну, более-менее бороться даже с танками 10 уровня. 258 ББшкой. ББшка летит не быстро, чуть меньше 900 метров в секунду, просто запомните это. И голдовый снаряд здесь, то есть, извините, сейчас же надо правильно говорить, специальный снаряд. Специальный снаряд здесь тоже ББшка, что хорошо, потому что нормализуется с пробитием 307. В общем-то, на голде это может быть достаточно серьезная машина, даже против десяток. Ну, в смысле, будет без проблем их пробивать. Единственное, что, ребят, запомните. Обычная ББшка на дистанции в 500 метров почти не теряет свое бронепробитие, да? 580, а становится 500, по-моему. Ну, плюс-минус, там, может, пару миллиметров ошибся. А вот голдовая вместо 307, которая она пробивает, будет пробивать всего 280. А, 270. 270. 270 миллиметров на дистанции в 500 метров. То есть, у специальной голдовой ББшки скорость снижения бронепробития от дистанции выше. То есть, чем дальше стреляете, тем хуже пробитие. И она, ну, 250 против 270 на дистанции в 500 метров уже не очень впечатляет, да? Согласитесь. В общем, мне удалось урон в минуту прокачать до 2950 единиц. Перезарядка у меня составила 8,95. Ну, давайте округлим 9 секунд. Это сильная сторона ПТХи, она реально ДПМная. Разовый выстрел здесь наносит урон противнику в среднем 440 единиц. Многие меня спрашивали, почему на этом калибре 440, если на этом калибре наносят в среднем от 490 до 520. Я не знаю. Так решили разработчики. То есть, они дали ДПМ, взамен отобрали Альфу. По точности орудия разработчики на сайте пишут 0,36. В клиенте со 100% экипажем я вижу 0,35. Мне удалось раскачать точность до 0,32. Это отличная точность. Опять же, разработчики на своем сайте пишут время сведения 2,3 секунды. Мне удалось раскачать время сведения до 1,9 секунды, даже чуть меньше. Но это я с привода наводки поставил. Я говорю, я, скорее всего, их сниму, потому что ПТХи быстро сводится. И поставлю туда просветленку, чтобы дальше видеть. Потому что максимально без просветленки, что мне удалось получить по обзору, это 415 метров. Это не очень много, это с доп. пайко. Итак, мы получаем сильные стороны ПТХи. Хороший урон в минуту. Не голдозависимая. Было бы странно, ПТХ это голдозависимая, да? Может фармить за счет того, что не нужно стрелять голдой. Хорошая точность. Быстрое сведение. И вращающаяся башня. Что касается брони. Корпус 45 мм солба, смешно. Борт, внимание, 100 мм. Кроме того, если вы обратите внимание, я вам отдельно показывать не буду, но башня стоит на такой полукруглой площадке. Толщина этой брони полукруглой площадки тоже 100 мм. То есть, что мы получаем? Сама башня имеет номинальную броню 220-260 мм. И чем дальше от центра, тем больше приведенная броня. Там 300-350. Но десятки, а тем более десятки на голде, без проблем эту башню долбят. То есть, я когда буду встречать эту ПТХу, я буду просто-напросто заряжать кумулятив с пробитием хотя бы 330. И без проблем прямо в маску орудия буду эту ПТХу пробивать. У нее не очень большой запас прочности, поэтому у меня с ней проблем не будет. Если на ПТ пытаться танковать бортом от угла здания, я делал акцент на стриме на этот момент, то вот этот вот скос полукруглый, на котором стоит башня, начинает без проблем пробиваться. Там всего 100 мм, с приведенкой получается где-то 130. То есть, все, кого вы встречаете, меня ЛТшки, когда я ромбовал от угла здания, туда пробивали. И это на самом деле печально. Хотя мне и говорили те, кто добился хороших результатов на этой ПТХе, что на ней надо играть, типа, как на тяже. Можно бортом танковать, там, типа, борт башни 145, борт корпуса сотка, там. И действительно, если в эти места попадают, она танкует. Но вот этот вот постамент, на котором башня стоит, он очень печальный. И вот эта вот башенка сверху, 60 мм, кажется, она маленькая, но, блин, на близких и средних дистанциях, ребят, я вот прячу свой танк за каким-нибудь камнем. Да, кстати, спрятать его от арты очень сложно, он здоровый. Даже когда вы за дом прячетесь, арта просто бьет в крышу дома, и вас все равно наносит урон из танк. Вот. И, соответственно, и в крышу башни, кстати, может еще арта пробить с полным уродом. Меня арта один раз ваншотила, правда, не на стриме, а вне стрима. Про корпус вообще молчу, да, 45 мм, даже фугасами будет пробиваться. Встретите какой-нибудь тайпа, он у вас спокойно на сегодняшний день ваншотнет. Потом, может быть, в патче 1.5, когда ему фугасы понерфят, уже, может, и выживете. По подвижности. 40 км вперед, 12 назад, удельная мощность диктеля 14. Короче, ПТХа подвижная. Как я играл на протяжении двух часов? Я двигался вместе с тяжелыми танками на направление тяжелых танков. Играл как тяжелый танк, потому что у меня вроде как есть броня в башне, вроде бы как подвижность позволяет. Я себя прям очень уверенно чувствовал в компании ИСов, прототипов, вот этих 50 ТП-шек поляков, да, тяжей. Вот прям очень замечательно чувствовал. Мы с ними двигаемся с одной скоростью в одном направлении, играем в одинаковую игру. Углы склонения у ПТХ, кстати, 8 градусов, так что немножечко от рельефа тоже можно постараться поиграть там. Звучит сейчас все хорошо на деле. Реализовывать ее в ближнем бою очень тяжело, у нее очень много слабых мест, она не очень подвижная. И башня, кстати, вращается не очень быстро. То есть это неполноценный тяжелый танк, но зато альфа и хорошее пробитие есть. Ну как альфа для ПТХи 440 мало, для тяжа норма. Хотя у нас есть ПТХи премиумные на 8 уровне и с меньшей альфой, но они все-таки более такие, кустовые. Что касается, если вам придет в голову там, да, поиграть на этой ПТХи, как крысы читер из кустов. Я напоминаю, это здоровый сарай, спрятать его не очень просто. Вас будут высвечивать, танковать вы, скорее всего, если не будете прятать корпус за каким-то рельефом, текстурой, будут в корпус пробивать. Сейчас первое время там по глупости могут стрелять в башню или там в ромб, если вы будете выставляться. Потом научатся, будут спокойно бить тупо в корпус или вот в этот постамент, который является, ну, просто писец какой, ахиллесовой пяткой. То есть играть от дистанции можно, точность позволяет, бронепробитие позволяет, вращающаяся башня позволяет играть от дистанции. Но эффективно вы будете действовать или нет, мне тяжело сказать. Я от дистанции не решился на ней играть, ну, не мой это геймплей. Я играл все-таки более так, как я и сказал, тяжелый танк. В средней и ближней дистанции пытаться танковать. Я и ПТ-ху под это затачивал, я даже на нее просветленку, как я и сказал, не ставил. Далеко я видеть не планировал. Мне нужно было коридоры какие-то, какие-то углы зданий, поворотов, как на этой карте где-то, чтобы так я вот мог вот видеть противника с расстояния 100-200 метров. Но по статистике на стриме я заметил, что самые эффективные бои, в которых я наносил урон, урон весь основной, да, например, 3000 с половиной я накидал, из них 2500 с дистанцией свыше все-таки 300 метров. Так что мой вам совет. Ну, во-первых, я своим зрителям не могу порекомендовать эту ПТ-ху как прем для фарма, там, получения удовольствия и так далее. Если у вас уже есть другие танки, возможно, лучше оставьтесь пока на них, там, даже тот же СУ-130ПМ, на мой взгляд, будет более такой целенаправленно фармер качественный. Так же, как и гриль, да, гриль, говорю уже, скорпион, чтобы стоять в кустах и наваливать по чужому засвету. Здесь ни рыба, ни мясо, вроде бы как универсальный, может и как тяж отыграть, может и как классическая ПТ-шка отыграть, но вот он и с этими ролями тоже справляется, тоже так, ни рыба, ни мясо. Вроде как и может, а вроде бы как и другие с этим справляются получше. Понимаете, да, к чему я? Поэтому рекомендую выбирать тактику такую, играть либо в ПТ-стайл, держаться с группой ПТ-шек, которая где-то более-менее агрессивно отыгрывает, углы склонения в 8 градусов крепкой башни позволяет, либо держаться тяжелых танков, но не играть у них на передней линии, а играть вместе с ними, но чуть-чуть позади, как бы на ассисте у них. Таким образом вы сможете как раз-таки реализовывать свои слабые стороны, но не ваша задача танковать и принимать урон, вот это надо запомнить. Так что если вы решитесь, также, наверное, будет справедливо отметить тот факт, что это одна из самых по меркам варгейминга, опять же, дешевых ПТ-шек 8 уровня, 1650 в минимальной комплектации на сегодняшний день стоит, со стопроцентным экипажем, вот, поэтому думайте сами, конечно, но я опять же говорю, лично я от ПТ-хи остался не в восторге и меня не тянет на ней играть. Вот как есть, так есть. На этом все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok